Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Немкова, я книжный блогер, надеюсь, что твой любимый книжный блогер. Сегодня у нас с вами прочитанное за сентябрь, и между прочим, этих книг очень много, очень много, ну для меня, ну то есть, прям я в этом месяце хорошо почитала, очень хорошо. Поэтому заваривайте себе чего-нибудь повкуснее, покричи, а мы с вами начинаем. Если ты до сих пор не подписан на мои социальные сети, самое время это сделать, вот, переходи в мой телеграм-канал, я там тебя буду ждать, пиши мне, пообщаемся. Прежде чем мы начнем с вами, хочу проанонсировать, знаете что? Вот такую огромную стопку книг, и это все то, что я купила и приобрела себе на московской книжной ярмарке. А если вы хотите, чтобы я сделала поскорее этот ролик, сняла, залила вам, ставьте лайки. Как только мы наберем 500 лайков, я сразу заливаю, ну там такое, ребята, я просто, я, фу, нужно немножко успокоиться, потому что насколько крутые там новинки, вы даже не представляете. Кто-то в телеграм-канале уже начал отгадывать, но я тащусь, я хочу прочитать прямо сейчас каждую книгу из того, что я купила. Вот, ну и давайте начнем потихоньку с вами общаться по поводу моего прочитанного. Кстати говоря, в большей степени на все эти книги я делала читательский дневник и лишь 24 часа чтения, а на те книги, на которые я этого не делала, вот про эти истории я буду говорить подробнее намного, потому что, ну зачем нам второй раз, да, по тем, что делала, пробегусь быстренько, а по тем, что нет, не быстренько. Вот, но еще, конечно же, покажу книжечки, которые я буду читать в сентябре. Надеюсь, что все пойдет по плану, все будет хорошо. И первая книга, которую я прочитала в августе, это у нас Владелина от Нанырай. О, конечно же, она задала тон моему месяцу, потому что, ребята, я что-то как-то вообще не ожидала, что мне будет так интересно. Это у нас такое, знаете, такая вот детективная драма с элементами мистики. Вот щепотку мистики, немножко саспенса, и вот получилась вот такая вот интересная история. Обязательно смотрите читательский дневник в телеграм-канале. Вот, получилось очень интересно, настолько мне понравилось, как пишет автор, что я вот в ближайшее время буду читать еще ее книгу. Она называется «Фейк», и буду читать уже в октябре книгу, которая совсем скоро выйдет. Я ее жду, потому что, ну, прям я подсела на этого автора. Следующие две книги, на которых я хочу побольше как-то вот остановиться, поподробнее вам про них рассказать. И это книги, которые я читала в отпуске. Как хорошо было, как было прекрасно. Ребята, это «Твистед гейм» от Анны Хуан. Она у меня подстерлась, представляете, потому что, конечно, что я только с ней не делала. Она у меня была в сумке все это время, на море, и количество стикеров, фокус, если поможет, вот, отлично, отлично. Ну, снова нет. В общем, надеюсь, вы поняли, что здесь огромное количество стикеров, потому что история мне понравилась. И все, что пишет Анна Хуан, мне нравится, сказала Даша, которая читала только две книги у этого автора. Но теперь она мой автопокупаемый писатель. Вот, и вот еще побыстрее как-то почаще издавали у нас ее в России, но это не так просто. Поэтому Даша, немного приумерь свой пыл и свои желания. В общем, в этой истории у нас рассказывается про Бриджит и ее телохранителя. Вы меня спросите, зачем ей телохранитель? Но она вообще-то принцесса Эльдоры. Все складывается сначала хорошо, потому что она себе живет, она не наследница, она строит свою карьеру в Америке и со своими подружками общается. Все у нее хорошо занимается, ей нравится волонтерить в приюте для животных, или это был не приют, в общем, не важно. И тут случается кое-что такое вот непредвиденное. Ну, вообще-то два события случаются, давайте по порядку. Сначала ее верный телохранитель, с которым она проработала целых четыре года, у них было все вот так вот взаимосвязано. Он уходит, потому что решил провести время с семьей, наконец-таки. И вместо него нанимают для Бриджит по роста какого-то красавчика. Его зовут Рис, здравствуйте. Конечно же, они сначала не находили точки соприкосновения, потому что Рис очень ответственный. Он постоянно, ну, то есть перепроверял, куда-то говорил, что не нужно ходить Бриджит, потому что там опасно и так далее. В общем, он ее дико раздражал, но что-то пошло не так. Ну, конечно же, ребята, что-то могло пойти не так. Но помните, что она из королевской семьи. Они не могут быть вместе, потому что в Эльдоре существуют какие-то глупейшие законы. Что они будут с этим делать, непонятно. Как выкручиваться из-за ситуации, непонятно. Но все мы читаем эти книги в большей своей степени для любви. Вот. Не знаю. Друзья, Анна Хуан — это идеальный, мне кажется, писатель для того, чтобы отдохнуть. И на самом деле, если вы только собираетесь в отпуск, я знаю, что сентябрь — это все еще сезон отпусков. Как бы, ну, продолжается такой бархатный сезон. Ребята, берите, потому что там тоже будет море, Коста-Рика. И отдохните как следует. Но я бы посоветовала читать вам по порядку книги Анны Хуан. То есть сначала это Twisted Love, а потом Twisted Game. Вот. Можно по отдельности, но для сущей полна-то картины того, что там происходит, лучше, конечно, по очередности. Ну, как-то так. Хотелось бы еще побольше про нее поговорить, но как-то боюсь, что я вам заспойлерю или еще что-нибудь. И сразу же за Twisted Game я взяла «Испанский любовный обман». Ребята, но насколько идеальным был мой выбор взять вот эти книги в отпуск на море, потому что события в этой книге происходят в Америке, но наши главные герои летят в Испанию. Божечки мои, я просто не представляю. Это вообще, я хочу вернуться обратно. Но знаете, небольшой спойлер к покупкам с ММК. Я вот небольшой спойлер. Это... Это, ребята, любовный эксперимент по-американски. Но давайте немножко попозже про него расскажу, а лучше про него расскажу в следующем ролике. А чтобы его увидеть, нужно поставить лайк. Вот. Так я хотя бы пойму, что вы заинтересованы в следующем выпуске. Так, ребят, давайте по порядку. У нас в этой книге есть Каталина. Ну, просто ее называют коротко Лина. И она работает в Америке, в такой вот архитектурной, по-моему, компании. Если я ничего не путаю, ну, вроде да. Кстати, первая страница и вот первой главы мне напоминали прям... Блин, это просто постучись в мою дверь. Поэтому, если вдруг вам нравится постучись в мою дверь, или же вам вдруг не нравится постучись в мою дверь, то стоит к этому присмотреться. То есть, если вам не нравится, то, возможно, не стоит брать этот книг. Если вам нравится, берите и читайте. Вот, как-то так. Ну, там вы сами разберетесь, чего я вам тут это... Как мамочка такая вот советую, не советую. В общем, вы сами разберетесь, брать или не брать. А я вам сейчас расскажу. В общем, Каталина работает в крупной компании, она ходит каждый день в офис, вот, и у нее есть подруга Рози, классная подруга, она мне очень понравилась, и, в общем, в один прекрасный день ей звонит сестра и говорит, что она выходит замуж в Испании. И шофером, или шофером, как это правильно называется, шофером, наверное, шофер, да, шофером жениха будет ее бывший, то есть брат жениха сестры, в общем, немножечко такая путаница, но на самом деле это было интересно. И что делать? Потому что в начале книги мы еще не понимаем, из-за чего расстались Лина и ее бывший парень, вот, но что-то такое было серьезное, из-за чего ей пришлось менять весь уклад своей жизни и из Испании лететь в Америку и начинать новую жизнь, то есть, естественно, что-то серьезное. И ей говорят, что там, на этой свадьбе, ее бывший будет с невестой. И она боится, что ее все будут жалеть, потому что действительно была очень тяжелая и сложная ситуация, о которой мы не знаем, и я вам спойлерить не буду. И она не понимает, что с этим делать, они, Лина вместе с подругой сидят на обеде, обсуждают это, и тут сзади подкрадывается наш главный герой, которого зовут Аарен Блэкфорд. Он такой красивый, я не могу, ребята, я делаю, кстати, эстетику, поэтому кто смотрит мои шорты, молодцы, молодцы, там вы и увидели наверняка эстетику по этой книге. Ну так вот, он говорит, давай я себе помогу, а они терпеть другую руку не могут, по каким причинам вы также узнаете из этой книги, ну то есть, здесь есть троп от ненависти до любви, такой вот роман, служебный роман, да, тоже можно это так назвать. В общем, друзья, они летят потом в Испанию, и представляете, это было просто невероятно, и кстати, после этой книги я захотела учить испанский язык, потому что здесь очень много всяких слов на испанском, плюс есть перевод, и мне кажется, эта книга меня сподвигла хотя бы, хотя бы. Я вот сейчас сравниваю, я прям немножко сбилась, да, сравниваю, больше здесь шрифт или такой же, ну по-моему здесь чуть поменьше, чем во второй части. Ну так вот, мои дорогие друзья, советую всем, кому нравится троп от ненависти до любви, служебный вот этот роман, и здесь, кстати, как называется, забыла, 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 когда отношения развиваются очень долго, слово, 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 слово Бёрн, о боже, наконец-то я молодец, вспомнила, даже не прошло и века, слово Бёрн, или нет, блин, может это и не то, может быть это и не то слово, но, в общем, надеюсь, вы меня поняли, отношения, которые развиваются очень-очень долго, и которые, ну вот, будет такая вот кульминация уже под конец. Следующая книга, которую я прочитала, называется «Дикий шалфей» от Карина Ли, здесь у нас шикарная атмосфера Монголии. Ребята, слушайте, я когда искала эстетику по этой книге, я просто была в шоке, как там красиво, и на самом деле у меня даже появилась такая вот небольшая мечта однажды побывать в этой стране, в Монголии, потому что это действительно интересно, и какая-то непередаваемая красота локаций. Про эту книгу я также снимала читательский дневник, не буду сейчас вам про это как-то долго говорить, в общем, там есть главная героиня, которая, у которой не совсем всё в порядке в семье с её мужем, в общем, она её абьюзит страшно, и не только абьюзит, вот. Ну, в общем, почитайте, посмотрите, понравится вам или не понравится, вся информация в телеграм-канале, проходите мимо многим, кстати говоря, очень даже зашёл сюжет. Следующая история у меня это, значит, городское такое фэнтези, которое происходит в Питере, да, ребята, там очень много питерских локаций, и ещё это фэнтези со славянским сеттингом, друзья, легенда о трех главном змеи. Кстати говоря, про эту книгу я вам тоже часто говорила, и для всех, кому хочется окунуться в локации Питера, обязательно читайте. Это всегда большое комбо, а ещё здесь много иллюстраций, вот, что меня не может не радовать, и, кстати говоря, когда я ещё, я же часто читаю книги в электронном формате, особенно вечером, и они цветные, вот, что тоже меня не может не радовать. Ребятушки, которые смотрят постоянно мои видео, уже наверняка смотрели 24 часа чтения, где я читала вот эти две прекрасные книги. Почему я за 24 часа чтения прочитала только «За околицы тьма» Дарина Стрельченко, и я себя нашёл от Калиста Лафе, да потому что, ребята, они, посмотрите, какие огромные, они просто огроменные. Что касаемо «За околицы тьма», это фэнтези, славянская фэнтези, с таким, знаете, ещё очень много здесь всяких удмуртских легенд, которые не могут оставить вас равнодушными. Это действительно увлекающе, и, как я и говорила ранее, очень интересно читать про нашу с вами культуру, которая вот недалеко от нас здесь есть. Другой язык, это же очень круто, это интересно, и вот советую всем. И на самом деле здесь, ну, как бы, не планируется продолжение, но у меня было такое ощущение, что, блин, пожалуйста, может быть, может быть, может быть, автор нам что-нибудь напишет. В общем, я считаю, что Дарина Стрельченко очень талантливая, и обратите своё внимание на неё обязательно. Ещё одна книга, ну, вот, про которую я только что говорила, это «Я тебя нашёл Калиста Лафей». История, которая мне прям напомнила «Кролиста Шупов и Рос», и она прям такая горячая. Друзья, 18 плюс, здесь много всех есть, и небесный город, и ангелы, и демоны, и фейри, и дриады всякие лесные, то есть довольно насыщенная книга по такому сюжетному, нет, не сюжетному, а именно по мироустройству, и героям, которые присутствуют там, существам, существам, вот. Было классно, было очень даже хорошо, я много гадала, что, как и там может произойти, поэтому тоже смотрите ролик, и чтобы вам по подробнее информации насытиться, смотрите 24 часа чтения, вот, которые были совсем недавно. Ну, и автор, с которым я познакомилась совсем вот-вот-вот-вот, буквально на днях дочитала эту книгу, это Тейлор Дженкингс Рейд «Возможных другой жизни», и, ребята, слушайте, тоже много стикеров здесь, потому что книга мне понравилась, и это моё первое знакомство с автором. Это тот самый автор, которого я советую всем, не читая его, и при этом, каждый раз, попадая с её книгой «Семь уже Эвелина Хьюга» в самую цель, потому что она нравится всем, я ещё не слышала ни одного человека, который бы сказал, нет, это неинтересно, это великолепно и прекрасно. И в этой истории у нас есть главная героиня, которую зовут Хана, она живёт в Америке, и постоянно переезжает из города в город, из города в город, постоянно куда-то туда спешит, ну не спешит, а именно как бы ищет своё место в этой жизни, но сама она по себе из Лос-Анджелеса родом, а родители её и сестра живут в Лондоне, ну то есть она как бы, ну да, она очень одинокая, причём стала одинокой где-то лет в 16-18, когда родители решили уехать жить в Лондон, не взяв её с собой, но как бы она могла с ними поехать, но решила, что хочет закончить школу, хочет поступить в институт там в Америке, а не в Лондоне, ну в общем вот такая предыстория. И всё-таки Хана решает вернуться к себе в Лос-Анджелес, там её ждёт её подруга, которая её очень сильно любит, её зовут Габи, и они действительно в хороших отношениях, прям в прекрасных отношениях, потому что до института, по-моему, Хана жила вместе с ней и её родителями, которые также её приняли как свою родную дочь, которые помогали ей и были рядом всегда, и вот она едет в Лос-Анджелес, приезжает, и, конечно, Габи вместе со своим мужем... Почему я сделала такое лицо? А вот не скажу, потому что спойлер. Всё, я сейчас хотела сказать... Не буду, не буду говорить про этого мужа ничего. В общем, они решают устроить тусовку и пригласить старых друзей Ханы. Туда приходит её бывший парень, с которым у них как бы могло что-то получиться, но не получилось, потому что кто-то что-то не сказал, кто-то что-то не так сделал, и всё поехало, и, в общем, развело их судьбой по разные стороны. И в чём концепция этой книги? Мне показалось это интересно. Автор пишет две сюжетные ветки развития. Вот тусовочка, да? И если Хана уходит с Габи, со своей подругой домой уезжает, и если Хана уходит с Итаном. И здесь, знаете, как по главам даётся? Один вариант, второй вариант, первый вариант, второй вариант. И чем ближе к концу, глава становится меньше, и тем самым накаляется интерес. Вау, что же там могло бы произойти? И, в общем, мне понравилось это интересно. То есть, сделав шаг вправо или влево, насколько сильно меняется вот сам путь дальнейшего развития наших действий. В общем, это интересно. Это действительно, ну, необычно. То есть, я вот так такое ещё не читала. Возможно, вы читали. Обязательно пишите в комментариях. Если есть похожие книги, я была бы очень рада и признательна вам, почитала бы что-нибудь подобное. В общем, прям хорошая история, которую я даже могу посоветовать каждому, потому что это не то, чтобы любовный роман. Нет, это просто роман о жизни, об одиночестве, об обретении себя в жизни, в принципе. И мне кажется, он полезен для многих людей. Поэтому берите на заметку. Ну, собственно, ребята, прочитанное-то закончилось. Прочитанное оказалось неплохим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь книг. Как прекрасно, как хорошо. И, кстати говоря, к сожалению, ни одной манги. Потому что я как-то не успела, забыла и прошла мимо этого всего. Ну, а сейчас я предлагаю вам посмотреть на книги, которые я буду читать в самое ближайшее время, в сентябре. Во-первых, одну книгу я уже прочитала. Да, вот так вот. Кто подписан на телеграм-канал, знает, что я уже прочитала. И быстренько, быстренько я вот так вот начала тоже свой сентябрь. Первую книгу. Так, не помню, когда я буду ее читать, но совсем скоро будет читательский дневник в телеграм-канале. Поэтому следите. Слабо не влюбиться от Татьяны. Не кандровы, друзья. Я вам уже ее показывала. Она вот такая вот красивая. Кстати, не то чтобы осенняя, но я не против прямо сейчас ее взять и прочитать. Потому что с творчеством Татьяны Никандровой я уже знакома и полностью ей доверяю. Мне нравится то, что она пишет. Мне нравится, как она пишет. И я думаю, что мне действительно будет интересно. Давайте посмотрим, что у нас здесь с вами по аннотации. Он мой лучший друг. И мы с детства играли на слабо. Проехаться на крыше троллейбуса, съесть тараканы или искупаться в фонтане в центре города. Плевое дело. Юность прощает многое, а подростковое бунтарство не знает границ. Мы росли бок о бок, постоянно проверяя друг друга на прочность немыслимыми испытаниями. Но самым сложным из них оказалось не влюбиться в него. Вау! Вау! Я такое обожаю! Я такое обожаю, друзья! Вот как раз совсем недавно читала книгу, которую я прочитала за сентябрь. Там как раз и было. Когда лучше друзья влюбляются в друг друга. Я это вообще... Это мой самый любимый троп, мне кажется. Это прям не могу. Обожаю! Я надеюсь, мне будет очень интересно прочитать эту историю. Вот, присмотритесь к ней. И где-то, по-моему, в 20-х числах у меня будет читательский дневник. Давайте, может быть, вместе с кем-то почитаем. Я знаю, что многие также читали Татьяну Никандрову по моим прошлым советам. Поэтому давайте в комментариях, давайте соберемся и решим. Может быть, почитаем вместе, поделимся друг с другими впечатлениями. Вот, красотка, которая будет у меня совсем скоро в прочитанном. Дальше. Что я буду читать после Слабо не влюбиться от Татьяны Никандровой? Я буду читать Люсинду Райли, друзья. Я надеюсь, что именно ее, а не что-то другое. Потому что, ух, у меня здесь даже закладочки есть. Потому что я пару страниц начинала. И на самом-то деле я, ну, очень... Ну, надо уже, надо, надо, надо прочитать. Потому что все вокруг только про нее и говорят. Потому что это действительно что-то классное и интересное. У меня мама читала все книги. У меня дедушка сейчас читает эти книги и говорит, и это самое лучшее, что я читал в своей жизни. Слушайте, я вот, да, вот так. Все вокруг меня прочитали, а я все еще нет. В общем, друзья, я не могу пройти мимо этой истории. И надеюсь, что за сентябрь я ее прочитаю. Она не совсем осенняя, да, потому что, ну, сентябрь, это вот первый месяц осени, когда хочется читать что-то атмосферное. Но давайте перейдем тогда к атмосферному. Вот у нас здесь есть фанатка от Рэй. Как обычно, сейчас буду сидеть и полувека выговаривать фамилию. Рейнбоу Раоль. Раоль, боже мой. В общем, фанатка, почему он осенний, посмотрите, листики падают. Это манго, поэтому я думаю, что прочитается она моментально. У меня уже есть вторая часть, поэтому думаю, что читать можно. Интересненько, интересненько за кофеечком, понимаете, или в парке где-нибудь. Очень даже атмосферно будет. Дальше. Единственный конец злодейки смерть. Это у нас третий том, по-моему, да? Ну, я же ничего не путаю, конечно же, ничего не путаю. Третий том, который я обязательно должна буду прочитать. Я обожаю единственный конец злодейки смерть. Я очень сильно люблю эту историю и хочу прочитать новеллу. Но где же мое время? Где же мое время? Как много книг, а я одна. Ну и обязательно уже нужно дочитать «Царство греха». Вот она выглядит по обложке довольно-таки осенне. Но, ребят, там же у нас в книге все происходит в Палермо. Поэтому какая вам осень, если там просто жаркая, жаришка, лето? Не успела ее прочитать за лето, но, слушайте, история мне нравится. Но, понимаете, там такая эстетика. Мама дорогая, там такая эстетика и химия между главными героями. Тоже, кстати, отношения развиваются с лоу-берн, если можно так выразиться. А если нет, то поправьте меня, пожалуйста, и как это называется, когда отношения между главными героями долго развиваются. Но вроде бы, да, вроде бы так и есть. В общем, фэнтези про Принцев Ада, их семь. И главную героиню, которая Витночка. Вот. Ну, мне нравится. Осталось у меня здесь где-то вот буквально, ну, просто реально, друзья. Ну, что-то как-то около меньше, чем 100 страниц. Ну, вот столько осталось. Почему-то не могу ее добить. Ну, хотя мне очень нравится. Ну, и, конечно же, нужно дочитать на «У любви на крючке» Тесса Бейли. Тесса Бейли мне очень нравится. Ее также хотела взять с собой в отпуск, но не взяла. И правильно сделала, потому что я бы не успела ее дочитать, потому что дочитывала «Испанский любовный обман» уже на пути домой в самолете. Вот. Такие дела, делишечки. Обязательно дочитаю. Ну, еще что-то по-любому добавится. И, надеюсь, пожелайте мне удачи, чтобы я, наконец-то, дочитала то, что не дочитала в летом. В летом. Да, именно так. Ну, и, дружочки, мои хорошие, напоминаю, что если вы хотите, чтобы я поскорее выпустила распаковку книг с ММК, ставьте ваши лайки. И я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Вот, все самое интересное в описании под этим роликом. Ну, а мы с вами прощаемся, но ненадолго. И, как обычно, друзья, читайте, а не спите. Напишите, пожалуйста, ваши итоги за август, что вы прочитали, что вы планируете прочитать в сентябре. Мне очень интересно. И давайте там пообщаемся в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok